Амурские пограничники отметили свой профессиональный праздник парадом и спортивными состязаниями. Как с картины Воснецова, благовещенские байкеры примерили на себя костюмы русских богатырей. И сейчас об этом и многом другом более подробно в эфире информационная программа «Город» в студии Татьяна Жуленева. Здравствуйте! Мэра Благовещенска будут выбирать, но не всенародным голосованием, а посредством конкурсного отбора. Итоговое решение по внесению изменений в устав города депутаты приняли сегодня, устроив открытое голосование. На заседании Думы присутствовала наш корреспондент Регина Сорокина. Вопрос о внесении изменений в устав города стоял первым в повестке Думы. К нынешнему заседанию тему отмены прямых выборов народные избранники неоднократно обсудили на комитетах, а горожане высказались по этому поводу на публичных слушаниях. К Думе свое мнение сформировали все, но возможностью огласить его воспользовался только Анатолий Фисенко. Он за прямые выборы. Попытаемся лишить наше население этого права, что говорит об нарушении двух высказываний и юридически обоснованных документов, которые говорит, первое, это Конституция Российской Федерации, второе, это наш устав. У большинства заседающих в Гордуме оказался свой аргумент против всенародных выборов – отсутствие в казне лишних денег. А нужно было почти 14 миллионов рублей. Поэтому за принятие альтернативного пути назначения мэра путем конкурсного отбора проголосовали 22 из 30 депутатов. Семь высказались против, один воздержался. Изменения в устав прошли. Сейчас в Думе начнется работа по отбору членов конкурсной комиссии. Пять человек выдвинут депутаты, еще пятерых назначат губернатор области. Эти люди выберут нового мэра, руководствуясь особыми критериями. Человек должен иметь от двух лет муниципальной службы и более. Затем возрастные критерии, программу должен человек предоставить свою и так далее. Поэтому все в положении указано. Сегодня порядок официально был также у нас принят, Городской думой, все проголосовали за. Он будет опубликован в официальных источниках и все смогут ознакомиться. Когда состоится первое заседание конкурсной комиссии, в течение какого срока они будут принимать заявки, а потом рассматривать их? И когда, наконец, огласят свой вердикт? Все это найдет отражение в предложении по работе комиссии. Его депутаты утвердят на очередном заседании Думы в июне. Регина Сорокина, Михаил Величкин, программа «Город». Сегодня ровно 157 лет со дня подписания Айгуньского договора. Он закрепил левый берег Амура в составе Российской империи и определил русско-китайскую границу, которая фактически действует до сих пор. По случаю памятной даты к монументу в районе Верхнеблаговещенского возложили цветы и произнесли речи. Все эти годы левый берег Амура по праву принадлежит в нашей стране. И он останется российским на всегда. Айгуньский договор не стал камнем перестановления между взаимоотношениями Китая и Россией. И сегодня сотрудничество наших стран за что на новый уровень еще более продуктивный. Мы гордимся своими предками и будем делать все, чтобы жизнь в Приамуре с каждым годом становилась лучше и комфортной. Напомню, Айгуньский договор был подписан в 1858 году между нашей страной и империей ЦИН. Его составил и написал Рафаил Черносвистов, золотопромышленник и друг графа Муравьева-Амурского. Этот договор фактически пересматривал ранее подписанный Нерчинский, который впервые согласовал границу между Китаем и Россией. Те, кто держит границу на замке, отмечают сегодня свой профессиональный праздник – российской погранслужбе 97 лет. Для пограничного Благовещенска этот день особый, поэтому парад прошел и на земле, и на воде. Посетила торжество и наша съемочная группа. Я служил когда-то еще в срочную службу. Задержание нарушителя государственной границы, который шел из Афганистана. Нарушитель был задержан, начальник получил орден за задержание. Ну а мы – знаки пограничной доблести. Это не просто праздник профессионалов, которые служат на границе Дальнего Востока, амурской области в городе Благовещенске. Это и праздник всех жителей города Благовещенска, которые являются пограничным городом. Сегодня мы с гордостью смотрим на вас, стоящих здесь на площади, и с гордостью думаем о тех, кто сегодня исполняет свой толк на государственной границе России. Чтобы быть пограничником, нам нужно быть ловким, сильным, стройным. Мой папа защищал границу от всех, от немцев, от китайцев, от нарушителей, от целых людей. Видим его два часа. С ребенком два часа, видимо, он приезжает в 8-10, мы ложимся спать. Все. Когда расписывались, то есть я понимала, за кого я замуж ухожу. Поэтому все с терпением, все в пылу, в труду, все за ним, идем. В субботу, 30 мая, Амурское отделение партии «Единая Россия» приглашает благовещенцев на предварительное внутрипартийное голосование. Оно поможет единороссам определиться с кандидатурой на пост губернатора. В Благовещенске в субботу с 9 до 18 часов будет работать 20 избирательных участков и два передвижных. С их адресами можно ознакомиться на нашем сайте tvgorod.ru. Там же размещен список кандидатов. Всего в нем 9 человек. Организаторы просят не путать народное голосование с выборами, которые пройдут в сентябре. Нынешний праймерис – это референдум доверия для действующих представителей власти разных уровней и старт для молодых политиков. Оставить свой голос на избирательном участке – это дело нужное. Совсем другое дело, когда за голосом к вам придут лично, прямо домой. И попросят ко всему вдобавок ваши паспортные данные и телефон. Прежде чем расставаться с персональными данными, подумайте, чем это может для вас обернуться. Чем меньше людей знает о вас все, тем спокойнее жизнь. Сюжет в продолжение темы. Косметическая процедура, презентация бытовой техники, соцопрос. Подобными промо-звонками не брезгуют даже солидные банки, доводя потенциальных клиентов до изнеможения. В этот список неожиданно для себя попал и Николай Кухаренко. Ему звонили и настойчиво предлагали купить акции и золото. Почему именно ему, мужчина догадался сразу. Мы отправляли студентов на учебу, и в китайский вуз я должен был перечислить деньги. Я завел свой счет, и с моего счета всю эту сумму перегнали в Вэйхай. И каким-то образом, наверное, недобросовестные сотрудники банка слили информацию о том, что человек такие суммы огромные ворочает и перегоняет их в Китай. Организации, которые берегут персональные данные своих клиентов, остались единицы. В их числе пейнтбольный клуб, в базе которого свыше 10 тысяч телефонных номеров. За шесть лет работы утечки данных не было ни разу, говорят сотрудники. И добавляют, свои телефоны клиенты оставляют добровольно. Это на самом деле удобно, и клиенту нравится, и вполне устраивает. Очень удобно оставить свой телефон в магазине, чтобы извещали о новинках. В интернете или просто на улице, на презентации нового каталога косметики. Но не удивляйтесь, если потом увидите свой номер в открытом доступе во всемирной сети. Навязчивые звонки – это меньшее зло, которое вас ожидает. А ведь вы легко можете стать жертвой мошенников. Схем с использованием персональных данных море. Если граждане считают, что подобные звонки и подобные действия нарушают их права и свободу, они могут обратиться либо в правоохранительные органы, либо в судебные органы для возмещения морального вреда. Предусмотрена административная ответственность за нарушение порядка обработки персональных данных. И это влечет за собой либо предупреждение, либо наложение административного штрафа. От 5 до 10 тысяч рублей могут заплатить надоедливые организации. Но чтобы их наказать, нужно написать заявление в полицию. Пока в городской УВД не поступило ни одного официального обращения. Ирина Кобзарь, Андрей Цветков, Денис Лугов. Программа «Город». Тем временем в Благовещенске участились случаи мошенничества через интернет. За последние пять месяцев к полицейским поступило 250 заявлений от граждан, что стали жертвами обмана во всемирной паутине. Действуют мошенники разными способами. Старая и проверенная схема выглядит следующим образом. Вам звонят и представляются службы безопасности банка. Сообщают, что карта заблокирована. Просят дать номер карты и пин-код. Понятно, что если слушать этих людей, денег вам не видать. Промышляют мошенники и на сайтах с объявлениями. Этот метод набирает все большую популярность. На различных сайтах вакансии злоумышленники выкладывают объявления о престижных, допустим, вакансиях высокооплачиваемых в администрации города, в мэрии, в прокуратуре, например, водителям. То есть указывают приличную зарплату и такие минимальные требования. Не безвозмездно купить коньяк, цветы, шампанское, конфеты и перевести определенную денежную сумму либо на банковский счет, либо на мобильный. Чтобы не попасться на удочку злоумышленников, полицейские советуют горожанам не разглашать личные данные, кому попало. Тем более не переводить им деньги. Ведь раскрываемость таких преступлений по-прежнему невысока. Обычно мошенники – это жители других регионов. За последние полгода к уголовной ответственности удалось привлечь лишь одного благовещенца. За счет доверчивых жителей через сайт с объявлениями он обогатился почти на 500 тысяч рублей. В Маховой паде этим летом достроят новый водопровод, возведение которого коммунальщики начали еще в прошлом году. Этими и другими планами по подготовке к предстоящему отопительному сезону сегодня с журналистами поделились специалисты АКС. Если итоги минувшего отопительного сезона коммунальщики оценили на удовлетворительно, то работать летом обещают ударно. Отремонтировать 22 котельные, 8 насосных станций, 50 километров тепловых сетей. Полностью заменить 726 метров водопровода и 190 канализации. На водозаборе Амурский запустить современную обеззараживающую станцию. Первое – полностью будет закрыто особо опасное производство в районе Амурского водозабора, склад жидкого хлора. То есть все, мы уходим от опасного объекта. И второе – будет использован современный метод очистки, вот эта мембранная установка с помощью электролизов, что позволит получить более качественную воду. На все это планируется потратить 64 миллиона рублей, рассказывают специалисты. А еще посетовали. Потребители рассчитываться с ними все еще не спешат. Сейчас долг Амурчан перед АКС – 1 миллиард 365 миллионов рублей. За кубок мэра Благовещенска на грядущих выходных поборются спортсмены по функциональному многоборью. Соревнования по кроссфиту состоятся на стадионе «Юность». На них уже заявились около 70 участников. По сравнению с прошлым годом, это почти в два раза больше. Спорт, граничащий с пределом человеческих возможностей, набирает популярность в столице Преамурья. Привлекает, в первую очередь, разнообразие. Тренировки повторяются очень редко. Каждый день новая тренировка, новое испытание для человека. И все, естественно, интересно – это разнообразие и возможность развить себя в разных направлениях. Это, естественно, сила, это выносливость, это мощность, скорость, баланс и так далее. Накануне у спортсменов завершились тренировки. За три дня до изнуряющих соревнований они должны дать организму отдохнуть. Состязание по кроссфиту будет проходить два дня – в субботу и воскресенье – на стадионе «Юность». Поборются за кубок мэра как опытные спортсмены, так и новички. Три богатыря верхом на конях возглавят колонну литературного карнавала, который пройдет по главной улице в день города. Правда, кони будут не гнедые и даже не вороные, а железные. Такой образ для костюмированного шествия выбрали амурские мотоциклисты. Они вовсю готовятся к празднику, примеряя кольчуги. На одной из примерок побывала наша съемочная группа. Ой, блин, дышать! Нефиг не дышать. А из толщи еще есть? Трудно в кольчуге только первые несколько минут, потом привыкаешь. Тем более выбора нет. В доспехах мотоциклистам в день города придется провести немало времени, да еще и сидя на своих железных конях. На литературном карнавале эти ребята будут в образе русских богатырей. Его выбрали единогласно и других вариантов не рассматривали. Нас иногда сравнивают и с конями, и с казаками, и сравнивают с богатырями. И вот как-то мы сидели, общались с ребятами, говорили, что литературный жанр, хотели бы поучаствовать. И пришла идея эта с богатырями, потому что это действительно исконная наша русская, близкая. И когда даже, может быть смешно, но когда слышишь такие песни русские, оно как-то в душе йогурта, потому что у нас есть какие-то корни, которые говорят об этом. С костюмами мотоциклистам помог мастер по стимпанку Алексей Зимников. Кольчуги, доспехи, шлемы, мечи и щиты он делает сам. Специально ничего не мастерил. Подобрал под каждого уже имеющуюся амуницию. Все эти доспехи на длительном хранении, скажем так, нечасто используются. Следовательно, ребята будут собираться и вечерами сами их себе чистить. Подготавливать, полировать, то есть подбирать, смотреть, где-то, может быть, чинить придется, менять ремни. У ребят еще дел очень много, скажем так, с этими доспехами тоже будет. Надо какую-то одежку, чтобы кофты какие-то не пригодятся здесь. Ну, если именно по стилистике данного доспеха, то есть по временным рамкам, то должны быть однотонные яркие рубашки, то есть либо синего, либо красного цвета льняные, да, широкие штаны, сапоги кожаные. Законченный образ русских богатырей увидим 6 июня. Кстати, нашествий они одни не появятся. Непременно с дружиной и русскими красавицами. Анжелика Павлова, Александр Матвеев, программа «Город». И на сегодня это все. Благодарю вас за внимание. Напоминаю, что наши новости вы можете просчитать на сайте tv-город.ру. Кроме этого, всегда можете связаться с нашей редакцией по телефону 52-4202. Всего самого доброго и до встречи в следующем выпуске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова